Это деловые факты. Здравствуйте. Прямо сейчас расскажу, готовы ли краснодарцы позже выйти на пенсию и за что лондонские экономисты считают наш ЦБ лучшим. Дождитесь. Пенсия года. Правительство собирается отсрочить выход россиян на заслуженный отдых. Однако на этот раз, уверены эксперты, бюджет слишком нуждается в деньгах и перенести принятие неудобного решения не получится. Экономия от повышения пенсионного возраста может составить от 620 миллиардов до 1,3 триллиона рублей за три года в зависимости от скорости повышения до 65 лет для женщин и мужчин, пишут ведомости. Добавлю, что из-за низкой цены на нефть недобор доходов в бюджет за 16-17 годы составил 2,2 триллиона рублей, подсчитали в Минфине. Мы спросили у жителей Кубани, как они относятся к повышению пенсионного возраста и получили несколько неожиданных ответов. Я понимаю, что это связано с экономическими проблемами и всем остальным, но все-таки, конечно, как человек, который будет касаться рано или поздно, скорее отрицательно. Нужно помогать семье, воспитывать детям, воспитывать внуков. И поэтому я за понижение. Нельзя повышать. Ни в коем случае нельзя. Почему? Потому что пенсионеры уже до такой степени достали. Настало то время, что повышать сегодня возраст надо, с демографией в том числе. Пенсионеры самые незащищенные и так у нас слои населения. А если это будет позже выходить на пенсию, то это будет хуже гораздо. Вообще хотелось бы дожить до пенсионного возраста, а то что-то редкость какая-то стала. Не будем поднимать, и мы в старости ничего не будем получать. А жить-то хочется как-то достойно. Поэтому я, в принципе, за. Достойно жить не запретишь, но на пенсию большинство наших сограждан выходить не спешат. Съемное жилье в Краснодаре стало доступнее. Аренда квартир в краевой столице с августа начала падать в цене. Примерно на 15% подешевели однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Сейчас однушку можно снять за 12 тысяч рублей в месяц, а двушку за 20. Сэкономить можно и на трехкомнатные, минус 17%. Стартовая цена на такие квартиры 25 тысяч рублей. За аренду комнаты просят около 6 тысяч рублей. Это на 14% меньше, чем было ранее. Цены примерные. Если постараться, можно найти жилье и дешевле. Все зависит от состояния квартиры, уверены эксперты рынка. Кубанцы снова заинтересовались жильем в кредит. По данным ипотечных брокеров Краснодара, число сделок осенью с недвижимостью увеличилось. На возвращение интереса к жилищным займам повлияло снижение процентов от банков и срок окончания программы господдержки ипотеки. Напомню, действует она до 31 декабря 2015 года, а средняя ставка по ней сейчас составляет 10,9%. Отдельные категории граждан, например, те, кто приобретает дом по программе «Жилье для российской семьи», могут рассчитывать на более низкий процент. Сейчас осенью некая активизация появилась. Немножко больше обращений пошло граждан. Связано ли это с сезонным характером или снижением ставки, пока это сказать очень сложно. Сегодня в среднем, относительно прошлого года, падение рынка ипотеки примерно на 40%. Меньше это и реализация недвижимости, и именно ипотечных продуктов. Таким образом, эксперты уверены, что осень – самое удобное время для приобретения недвижимости в южной столице. Российскому ЦБ, считают эксперты, удалось в 2015-м невозможное, поэтому глава Эльвира Набиулина была названа лучшим центральным банкиром года. Такое решение принял лондонский экономический журнал «Евромани». Издание отмечает усилия Набиулина в противостоянии макроэкономическому шторму, в котором оказалась российская экономика. Несмотря на санкции и падение цен на нефть, ЦБ не побоялся пойти на непопулярные шаги и резко повысил ключевую ставку. В итоге шоковая терапия, которую использовала Набиулина, действительно сработала, полагает «Евромани». Ну а сегодня ЦБ радует уже россиян. Рубль продолжает дорожать и давить на курсы иностранных валют. Доллар снизился до 65 рублей 36 копеек, а евро теперь стоит 73 рубля и 94 копейки. Такими были самые интересные деловые факты к данной минуте. Я желаю вам удачи и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова